Здарова друзья! Сегодня мы посмотрим на самые ожидаемые новые игры 2023 года, так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Spider-Man 2 это самый ожидаемый и единственный полноценный эксклюзив Sony от внутренней студии компании, который выйдет в этом году. Так что очевидно, что релиз этой игры станет очень громким событием 2023 года для всей игровой индустрии. Первый Человек-паук от Sony в 2018 году всего за несколько недель стал одной из самых продаваемых игр Sony и занял первое место в списке игр Sony, которые покупали в бандле с PlayStation 4. Проще говоря, Человек-паук поспособствовал в приобретении далеко не одного миллиона копий консоли PlayStation 4, так что на второго паучка делают очень большие ставки. И я уверен, что он все свои ожидания оправдает и станет настоящим шедевром и одной из лучших игр 2023 года. Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty Это полноценное DLC для Киберпанка, которое вполне потянет на полноценную игру. Ведь, как заверяют разработчики, на полное его прохождение понадобится несколько десятков часов. DLC сможет похвастаться хорошим сюжетом, новыми персонажами, новыми локациями, новым оружием, транспортом и многими другими особенностями. Активная рекламная кампания этого DLC должна начаться со дня на день. Или она даже уже началась? Ведь записываю я это видео в понедельник, 5 июня. А уже 8 июня пройдет одно из самых жарких игровых событий лета – Summer Game Fest. И именно там покажут, а вернее уже показали, полноценный геймплей этого DLC. Так что ждем? Robocop – Rogue City В 2019 году вышла игра во вселенной Терминатора, от ранее неизвестной польской студии. Никто ничего от этой игры тогда не ждал, но получился феноменальный успех и настоящий шедевр. Игра, если что, была шутером с RPG элементами, частично открытом мире. И вот теперь, в конце этого года, разработчики готовы представить свою новую игру. На этот раз они решили взяться за игру про легендарного Robocop. Несмотря на то, что нам уже был показан геймплей этой игры, пока все еще до конца сложно сказать, что из себя будет представлять эта игра. С одной стороны, лично мне сложно представить Robocop в частично открытом мире, как это было с Терминатором. Скорее всего, судя по геймплею, нас будет ожидать более линейный шутер со своими уникальными особенностями. Но возможно я ошибаюсь, и игра будет реализована так же, как и Терминатор. В любом случае, я верю в успех этой игры и буду ее ждать. Warhammer 40,000 Space Marine 2 Это продолжение очень мясистого экшн-шутера третьего лица во вселенной Warhammer 40,000. Первая часть этой игры вышла в далеком 2011 году. Тогда она не взыскала огромной популярности, но спустя долгие годы инвесторы решили дать второй шанс проекту. И профинансировали разработку сиквела, который, судя по показанному геймплею, выглядит очень круто, мясисто, кроваво и многообещающе. Игра должна выйти уже в конце этого года. И лично я очень сильно буду ее ждать. Remnant 2 Вот буквально пару дней назад я все же решился попробовать пройти первую часть Remnant. Мои постоянные зрители знают, что я ненавижу и презираю соус-лайк игры и считаю их вообще неиграбельными. Но именно Remnant привлек меня моим любимым сеттингом постапокалипсиса и тем, что в отличии от всех других соус-лайк игр, в этой игре чуть ли не основной геймплейный элемент это не оружие ближнего боя, а именно оружие дальнего боя. Короче говоря, огнестрельное оружие тут якобы решает. Поэтому я подумал, что смогу получить от этой игры удовольствие и ох, как же сильно я ошибался. Всю первую главу я прошел без смертей вообще. Игра действительно мне поначалу понравилась и даже очень. А потом я встретил первого босса и после где-то 30 попытки его убить, я удалил нахрен эту игру и в очередной раз пообещал самому себе, что я даже за огромные деньги никогда в жизни больше не буду прикасаться к соус-лайк играм. И вот блин, на самом деле первый босс был не таким уже сложным, я легко сбивал ему каждый раз порядком 90% хп, но бой с ним проходил в очень-очень замкнутом пространстве, в многочисленных узких коридорах. И если бы сражение это было только с боссом, один на один, я бы наверняка убил его, ну наверное с первой попытки, может со второй. Но помимо босса, по арене еще все время бегало нескольчаемое количество взрывающихся мобов, чей взрыв распространялся на довольно-таки большую территорию и стопил меня на 1-2 секунды. В эти моменты замедления, босс легко мог меня ударить, а как и во всех соус-лайк играх, босс спокойно убивает героя с 1-2 ударов и постоянно выдает непредсказуемые кульбиты. И наносит тебе урон даже в те моменты, когда казалось бы, ну это просто невозможно, ты увернулся, там все было нормально, но урон по тебе все равно прошел. Короче говоря, как и все соус-лайк игры, эта игра делает все возможное, чтобы усложнить твое прохождение. Чтобы ты, сука, сдох как можно больше раз, чтобы ты, падла, не получал удовольствие от игры, а лишь страдал, страдал и плакал. Ну и да, как и во всех соус-лайк играх, изменить сложность на супер легкую, ну или хоть чуть-чуть полегче, тут нельзя. Можно сделать эту игру только еще сложнее. Так что если вы любите соус-лайк игры, Remnant 2 вам точно понравится. Это очень качественный, детально проработанный, графонистый проект, заслуживающий внимания настоящих любителей подобного. Ну а если вы, как и я, ненавидите соус-лайк игры, то даже не приближайтесь к этой игре. И даже если ее когда-то там будут раздавать бесплатно, не совершайте эту ошибку, не делайте как я. Иначе ничего кроме страданий, злости и ненависти вы не получите от этих игр. Silent Hill 2. Легендарный хоррор снова возвращается в строй. Как же долго все ждали хоть каких-то новостей о франшизе Silent Hill. И вот в прошлом году было анонсировано сразу три новых игры серии, или даже четыре. Первая игра это новая полноценная часть серии Silent Hill с подзаголовком F. Плюс мультиплеерная игра по Silent Hill еще была анонсирована. Ну и конечно же был анонсирован полноценный ремейк второй части. Тогда же во время анонса было сказано, что новая полноценная часть находится на самом раннем этапе разработки. И точно не выйдет раньше 2024 года. Мультиплеерный Silent Hill тоже остался без точной даты релиза и конкретных деталей. А вот Silent Hill 2 пообещали выпустить уже в этом году, 2023. Вроде как игра была в планах еще с 2018 года. Ее активная разработка началась в 2019 или 2020 году. И уже сейчас игра практически готова. Осталось ее отполировать и можно выпускать уже в конце этого года. Кстати, возможно дата релиза уже известна. Ведь я напоминаю, 8 июня прошел Summer Game Fest. Dragon Age Dreadwolf. Новая часть Dragon Age уже на подходе. Последняя игра серии вышла в 2014 году. Тогда она смогла получить звание лучшей игры года на The Game Awards. И вот после ее успеха у студии начались большие проблемы. А именно, скандальный релиз плохо оптимизированной и недоработанной Mass Effect Andromeda. И после Andromeda сокрушительный, просто огромнейший провал сервисной игры Anthem. Короче говоря, последние 10 лет дела у студии BioWare идут ну очень плохо. Но они обещают исправиться уже с релизом новой части Dragon Age. Которая уже, кстати, должна выйти либо в начале, либо в конце следующего года. ARC Riders. Впервые эту игру показали публике пару лет назад. Тогда она смогла вызвать большой интерес у игроков и получила море похвалы. Трейлер действительно был впечатляющим. В нем команда из четверых игроков бегали по просторной карте и сражались против очень, очень и очень огромного робота. И все это действие происходило в сеттинге постапокалипсиса. Что само собой добавляет игре плюс миллион очков крутости. Тогда же было сказано, что нас ожидает кооперативная игра сервис в постапокалиптическом мире с роботами и битвами еще с другими игроками. Тогда это выглядело и звучало очень круто и многообещающе. А еще оптимизма внушала то, что проектом руководят талантливые разработчики из DICE, которые в свое время делали лучшие части серии Battlefield. Но вот уже прошло два года с момента анонса, а об игре не поступало никакой новой информации и новых трейлеров. Разве что совсем недавно разработчики в своем посте заявили, что они немного сменили жанр игры. Она уже почти готова, ну вроде как, и выйти может уже совсем скоро. Ну что ж, посмотрим правда это или нет, подождем игру, которая рано или поздно точно выйдет. Assassin's Creed Mirage. Это самый ожидаемый ассасин последних лет, который позиционируется как возвращение к истокам. Новый трейлер, который был показан пару недель назад, просто покорил сердца фанатов. Все увидели ровно то, чего они так долго ждали. А именно, главный герой настоящий полноценный ассасин, сюжет игры напрямую будет связан с ассасинами и тамплиерами, в игре большой упор будет сделан на стелс, открытый мир игры будет маленьким и компактным, местом действия игры снова станет багдад, паркур станет лучше, бои лучше, анимация потрясающая в игре, графика как всегда на высоте, ну короче перед нами потенциально чуть ли не лучшая игра в серии. На нее все возлагают огромные надежды. Я конечно же тоже безумно жду эту игру, начну играть в нее с первого дня релиза. Ассасин это одна из моих самых любимых франшиз, так что выход каждой новой части для меня является настоящим праздником. Так что отмечаем в календаре 12 октября 2023 года и с неерпением ждем релиза. Сталкер 2. Как же много было сказано об этой игре. Ее полноценный анонс состоялся еще в 2018 году. Это было очень и очень и очень громкое возвращение сталкера в индустрию. Изначально на самом первом тизер трейлере игры была дата релиза. Якобы ориентировочная игра должна была выйти в 2021 году. В 2021 году игра само собой не вышла, но в том же году было сказано, что релиз игры состоится 28 апреля 2022 года. Тогда же вместе с датой анонса был показан первый полноценный геймплей аж в 5 минутном трейлере. Было раскрыто очень много деталей об игре, ну и короче тогда все думали, что мы вошли в финальную стадию ожидания сталкера 2. Но в начале 2022 года игра была перенесена на 8 декабря того же года, для якобы более детальной полировки проекта. Ну а потом произошло полномасштабное вторжение русского рейха в Украину. Началась большая война, разработка была остановлена, часть разработчиков встали в ряды ВСУ, чтобы убивать русских оккупантов. Другая часть переехала в европейский офис компании. Потом, когда русских выбили из-под Киева и ситуация стала более не менее лучше, чем была в первые дни войны, летом частично были возобновлены работы и в основном киевском офисе студии. Короче говоря, так или иначе, работа над сталкером была продолжена. И вот игра должна будет выйти уже совсем скоро. Ну а на этом все друзья, ставьте этому видосику лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои другие видео. Всем удачи друзья и всем пока!